Здравствуйте! Вы смотрите программу «7 минут» и сегодня у нас в гостях главный врач противотуберкулезного диспансера Прилуцкий Андрей Александрович. Здравствуйте! Здравствуйте! Андрей Александрович, давайте с вами начнем, как говорится, с конца. Подведем небольшую статистику. Можно ли назвать примерное количество заболевших туберкулезом в Рязани? Это, в общем-то, не секретные цифры. И я могу сказать, что за последние пять лет заболеваемость постоянного населения Рязанской области уменьшилась практически где-то процентов на 40. То есть это очень большая цифра. И за последний год тоже, за отчетный 2012 год, заболеваемость постоянного населения Рязанской области уменьшилась на 11,8%. То есть если в позапрошлом году их было таких больных свыше 500, то в этом году таких больных, то есть постоянных жителей нашей территории было 439. Если брать всех пациентов, которые были взяты на учет с заболеванием туберкулеза, то таких больных было 639. Но также таких больных еще год назад, вернее позапрошлый год, было на 100 человек больше. То есть составило, так сказать, это 19,8% степени уменьшения. Существенно уменьшилась смертность от этого тяжелого заболевания. То есть она составляет 7,3 на 100 тысяч населения. То есть по этим показателям мы значительно превосходим в лучшую сторону российские показатели. И практически, в общем-то, подошли к показателям Центрального федерального округа. Давайте вот хотя бы за последние пять лет динамику. То есть она положительную сторону. Динамика положительная, да. И вот за последние три года каждый год у нас идет уменьшение где-то на 8-9% в сторону уменьшения. И вот 2012 год, я еще раз повторяю эти цифры, снижение заболеваемости нашего общего населения, так сказать, было 19,8%. То есть это хорошая цифра. И они, конечно, радуют и хотелось бы сохранить такую положительную динамику. Андрей Александрович, а как у нас сегодня обстоят дела с детской заболеваемостью? Ну, здесь тоже, в общем-то, отрадно отметить, что у нас существенно снизилась заболеваемость детей и подростков туберкулезом практически в два раза в 2019 году по отношению к 2011 году. И здесь я знаю, что очень много, так сказать, скажем так, родителей, которые не совсем довольны той массовой, так сказать, вот то, что проходит, детям поставили реакцию МАНТУ, конечно, большой черт, но это нужно делать. Это нужно делать. Мы с этим стараемся бороться. И мы сейчас вот в министерстве готовится приказ о возможном, скажем так, замене МАНТУ на новый, так сказать, препарат детский тест, что, в общем-то, мы надеемся уменьшить очереди в противотуберкулезном диспансере и также в клиниках общих. Но это нужно делать, потому что не дай бог просмотреть у ребенка заболевание, да, ребенок находится в детском садике или находится в школе, и один ребенок может, скажем так, заразить, ведь сами понимаете, массово класс, группу, скажем так, большие проблемы создать в той среде обитания, где он находится. Поэтому необходимо, скажем так, обследовать детей. Работа в противотуберкулезном диспансере вообще весьма специфическая. Ну, любая работа в сфере медицины специфическая. Достаточно ли на сегодняшний день кадров? Нет ли с этим проблем? Ну, кадровая проблема сейчас не секрет. Она вообще остро стоит во всей медицинской отрасли нашей, в том числе и в афтезиатрии. Конечно, за последний год, например, притока медицинских кадров конкретно в афтезиатрическую службу очень мало, то есть единицы. Да, идут к нам, так сказать, хирургами работать, идут к нам узкими специалистами, были рентгенологи, вот, но чтобы, так сказать, идти в афтезиатрами, конечно, кадровый дефицит мы испытываем. Мы работаем, мы входим в институт, разъясняем, что эта, в общем-то, работа, она интересна, она крайне полезна для нашего общества, она эффективна, вот, но, к сожалению, пока, так сказать, наша специальность является малопривлекательной. Молодые боятся? Вы знаете, может быть, не столько боятся, сколько, в общем-то, все-таки все хотят быть хирургами, гинекологами, стоматологами, да, там, кем-то, кем-то, но вот, нефтезиатрами. Так же, как и, в общем-то, в терапии такой же кадровый дефицит, в участковой службе, вы это тоже знаете. Вот тот же самый вопрос, но относительно медикаментов, сейчас нет проблем с поставками? Ну, последние, наверное, где-то 4-3 года мы не испытываем вообще недостатка в медикаментах, именно, вот, так сказать, для лечения больных туберкулезом. То есть у нас имеются не только медикаменты первого ряда, то есть те обычные препараты, но и, как сейчас говорят, препараты резервного ряда, то есть препараты дорогостоящие, когда курс лечения одного пациента может доходить до миллиона рублей в течение года, и таких препаратов у нас достаточно. То есть у нас пациенты не приобретают препараты, у нас это все в полном достатке. Так же, как у нас и шприцы, и капельницы, то есть в этом плане, так сказать, мы не испытываем никакого недостатка. Но это касается, опять-таки, граждан Российской Федерации, да, бесплатное лечение? Ну, у нас такое законодательство, скажем так, что мы обязаны лечить только граждан Российской Федерации бесплатно и тех стран СНГ, с которыми у нас заключен договор, в частности, это Белоруссия, Украина. Все остальные должны лечиться за день. То есть это по постановлению правительства. Вот как бы ни хотелось, а все-таки нам придется с вами коснуться проблемы мигрантов, влияет ли, ну, ваше мнение, влияет ли поток переселенцев, скажем так, на заболеваемость коренного населения? Как с этим бороться? Ну, как практически врачи. Мы еще 10 лет назад, когда вообще этот вопрос практически не поднимался, мы уже тогда говорили, что такой большой поток мигрантов, или, как говорили, гастарабайтеров, да, принесет большие проблемы в нашу страну, в частности, в наш регион. В принципе, оно так и случилось. Потому что вот за последние, скажем так, 5 лет каждый 10-й был, затем был там каждый 9-й, потом каждый 8-й впервые выявлено больной. Это был гражданин наших отдаленных государств, да, то есть это, как мы говорим, мигрант. И мы хорошо научились, скажем так, сейчас выявлять данную категорию пациентов, потому что у нас все-таки сейчас ужесточилось законодательство, работодатели стали к этому ответственнее подходить, это радует, вот, и мы их обследуем. Но я приведу такой неблагоприятный интересный факт, что, например, если мы выявили вот за прошлый год 64 человека, мигранта, да, больных туберкулезом, то за медицинской помощью из них обратили всего 17. То есть остальные, ну, будем надеяться, что все-таки они были выдворены, или, так сказать, они все-таки уехали из нашей страны, но не факт, что они не ходят по нашему городу, по нашей области и не заражают нашим населением. Вот опять с этим связан вопрос. Какова вероятность нам, да, простым гражданам, в повседневной жизни, будь то поход в гипермаркет или в общественном транспорте поездка? Возможно ли нам столкнуться с больными, открытые, то есть за разной формой туберкулеза? Ну, я еще раз говорю, что вот за последние, например, там где-то года три прошедших, мы действительно стали больше обследовать приезжающее вот это вот население. Еще раз говорю, мы много работали с помощью телевидения, с помощью СМИ, с работодателями, да, вот с наших людьми говорили, что не берите к себе на работу людей, которые не имеют, так сказать, медицинской карточки, да, или которые не прошли медицинское обследование, потому что здесь рядом вы, ваши родственники, наши дети, так сказать, и прочее. Вот, и это дало свои плоды. То есть мы действительно сейчас очень много обследуем мигрантов, количество, скажем так, уклоняющихся от обследования существенно уменьшается, но тем не менее, естественно, есть те люди, которые не прошли, так сказать, медицинское обследование, и могут, к сожалению, работать и на общественном транспорте, и в супермаркетах. Мы выявляем таких пациентов, лечим их или подаем, скажем так, документы в Роспотребнадзор для того, чтобы их потом депортировали. Но здесь я хочу сказать, что есть такая, в общем-то, истина, что среди наших людей, которые могут быть, так сказать, среди выделяющих палочку кохоток, да, возбудитель туберкулеза, всего 10% заболевает ведь туберкулезом. То есть, если человек здоров, если он активен, если он не болен, у него не снижен иммунитет, то, в общем-то, скажем так, организм всегда поборет, в общем-то, возможный такой возбудитель. Ну, наверное, все-таки последний вопрос у нас с вами. Вот расскажите нам немного о профилактике заболеваемости, как нам уберечь себя, близких, детей наших от этой, мягко говоря, неприятной болезни. Ну, как бы я сказал в предыдущей фразе, да, что туберкулезный возбудитель или туберкулезная палочка, палочка коха не любит здоровый организм, который его побеждает. Поэтому, если мы, действительно, если человек ведет нормальный образ жизни, вот сейчас весна, да, там кто-то работает в огороде, кто-то гуляет, кто-то находится на реке, это все повышает наш иммунитет. Конечно, хотелось бы, чтобы у наших жителей нашего региона и жителей нашей страны было как можно меньше стрессовых ситуаций, что тоже, в общем-то, скажем так, негативно сказывается на возможности заболеть. Поэтому вот та сейчас, скажем так, компания, направленная на снижение того, чтобы наше население курило, там, меньше употребляло алкоголь, это все очень правильно. Это не просто слова, это за этим стоит здоровье нации, за этим стоит здоровье, так сказать, население и также и нашего региона. Спасибо вам большое за интересную беседу. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok